Я его встречал, я не встречался с ним, я его встречал, поскольку мы дружили с молодость Сережей Неклюдовым, я бывал у них дома. И, естественно, встречал живущего в комнате их квартиры Шаламова. Как-то Варлан Тихонович меня попросил какое-то лекарство из тех, что он употреблял. Лекарство было труднодостижимое по тем временам, и не в силу его редкости, а в силу сложности оформления. Короче говоря, я лекарство ему достал и привез. Он внимательно лекарство посмотрел и сказал, что это лекарство ему не подойдет, потому что у него истек срок годности. Свои фельдшерские навыки Варлан Тихонович использовал в повседневной жизни. Ну, хорошо, нет-нет. И вот это был единственный раз, что я был в его комнате. Комната, как вы представляете, была очень аскетична, но что меня потрясло, я больше этого никогда не видел нигде. Над кроватью у него висела веревка. Вот вы от кого-нибудь когда-нибудь об этом слышали? Я эту веревку видел. Я не скажу, что она уже была подготовлена в виде петли, но она висела. Толстая, хорошая веревка. Вполне пригодная для такого дела. Я решил, что это такой мементо море. Конечно, спрашивает Варлан Тихонович, я ни о чем не спрашивал. И вообще не спрашивал. Я мог бы спросить Сережу или Ольгу Сергеевну. Но как-то я почел это бестактным. Вот так я его встречал. А познакомился уже я с ним у Надежды Яковлевны. Это было попозже. Но у нас не было разговоров совершенно никаких. Шаламов приходил к Надежде Яковлевне с цветами. Всегда с цветами. Это были три гвоздики или три розы, но как-то обязательно с цветами. У него была очень своеобразная моторика, соответствующая его соматическому статусу. Такая немножко деревянная. Вот он сгибался в поклоне, целовал руку. Ну и там садились пить чай, о чем-то разговаривали. Вот.